Прием жителей – итоги реализации программы поддержки местных инициатив, посещения нескольких социальных объектов. Таковы основные моменты рабочей поездки председателя законодательного собрания Сергея Голубева в Оленинский муниципальный округ. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Прием жителей – это неотъемлемая часть каждой поездки. Разный по времени, по вопросам, срокам и возможностям решения обозначаемых жителям проблем. Но что-то удается решить сразу. Многодетная мама Наталья Гусева пришла просить помощи в решении жилищного вопроса. Десять лет назад она купила дом в неплохом состоянии на материнский капитал. Прошло десять лет, нас стало больше. Теперь мы проживаем шесть человек и общая площадь моего дома – 12 квадратных метров. При этом во второй половине дома никто не живет и она пришла в аварийное состояние. Муниципалитет уже подыскал пустующую квартиру. До конца июня ее придут в порядок и переселят в многодетную семью Натальи Гусевой. Далее – село Татьево. Местная школа имени Рачинского существует с 1861 года. Старинное красивое здание не пострадало даже во время немецких бомбежек. Однако теперь ему все-таки потребовался ремонт. В прошлом году при активном участии Сергея Голубева и областного депутата Константина Антонова заменены все окна, освещение, линолеум в столовой. В обеденном зале установлена моечная раковина и водонагреватель. В этом году самое главное – модернизировать отопительную систему. Эта работа была запланированной. И вот спасибо большое, что опять-таки были услышаны и уже внесены в смету, финансы выделены и работа эта будет, надеемся, что в летний период времени. У директора школы в деревне Гусева заботы не менее важные, хотя и несколько иные. В этом году запланирован ремонт туалета. Деньги уже выделены. Плюс к этому еще один важный момент – плитка перед зданием. Плитка тоже была запланирована сделать, запланирована еще по осени. Вы знаете, этот год был довольно сырой, и поэтому подход к школе был некомфортный. И поэтому было решено, что будет переделана плитка в зоне отдыха и будет продолжена дальше до крыльца школы. Кроме того, во всех школах округа, а их восемь, завершен процесс ухода от печного отопления. Теперь тепло дают только котельные. А деревню Гусева спикер парламента назвал примером успешной реализации многих проектов. Благоустроенная зона отдыха, новый ФАП – очень опрятный дом культуры. Кстати, в ДК в 2016 году был проведен очень большой объем работы. Обшили здание, окна поменяли, печь сложили, полы внутри здания поменяли, двери заменили. Запасной выход в этом году дверь меняли. Очень большой объем работ, косметические ремонты провели. Практически новое здание получилось у нас. Вот еще планируем территорию благоустроить и будет у нас достойно все. Еще одна тема – реализация программы поддержки местных инициатив. Оленинский муниципалитет одним из первых вошел в нее и до сих пор один из лидеров по исполнению. Уже реализовано 67 проектов. С 2015 года власти начали поочередно работать по конкретным направлениям. Сначала это были 16-17 год основная масса водокачки. Просто их и не было уже к тому моменту, что они все 60-х годов. И прошел массовый капремонт именно водозаборных узлов в сельско-населенных пунктах. Дальше модернизация уличного освещения, которое мы провели в течение двух лет в поселке. То есть мы заменили освещение на светодиодное. В селе мы его восстановили, пусть 25 лет отсутствия. На этот год в Оленинском округе запланировано 11 мероприятий в рамках программы поддержки местных инициатив. Например, замена коммунальной техники, а также благоустройство. Я знаю, что есть планы по вхождению программы «Комфортная городская среда» по этому году, по 2021 году. Есть надежды, я думаю, что они вполне реальные, руководство муниципального округа продолжить ремонт улиц в поселке Оленино. Ну и надеемся, что в этом году будет сделан первый шаг, серьезный шаг к капитальному ремонту амбулатории в поселке Миро. Подводя итоги поездки, Сергей Голубев отметил, что у простых граждан всегда есть возможность попросить у депутата содействия в решении таких, казалось бы, небольших проблем. И когда это получается, это особенно приятно. Население видит, что округ успешно развивается.